С вами Артемий Козлов, это я. Игромания уже не та, вернее тут не только Артемий Козлов, потому что тут еще и Ян Кузовлев, он Ян Кузовлев. И Петя. Здравствуйте. Петр Сайников. Да, это Discounting. И сегодня мы будем обсуждать игры, которые... Знаете, я очень долго думал на тему того, как вообще это дело подать, так чтобы это не звучало, как что-то такое крайне занудное и высоколобое, как я это люблю и постоянно делаю. Но почему бы и не попробовать, тем более, что мы можем. И хотелось бы начать с присказки, долгой и занудной. Но вообще, на самом деле, почему эту тему мы решили поднять, я решил поднять. На сайте у нас появилась рецензия на игру Dead Dragon Cancer. Как вы, может быть, знаете, это игра, которая о людях, о семье, в которой, соответственно, о сыне двух родителей, которого достаточно рано диагностировали рак, у которого диагностировали рак. И эта игра о его жизненном пути, о том, как, в общем-то, с этой болезнью люди боролись и так далее и тому подобное. Игра, причем, достаточно такая депрессивная, сложная и полная разных метафор и аллегорий, в том числе визуальных игр, механических и прочих. Я так понимаю, что ребенок автора в итоге скончался, и он посвятил ему собственную игру. Да, история там сводилась в том, что, да, эту игру сделали как раз муж и жена, и это, грубо говоря, ода его памяти, так скажем, да. И я читал комментарии под этой рецензией, и вот самый показатель, на мой взгляд, то, что маленькая выдержка, по-доброму такой игры не должно существовать. Тут возник вопрос, с какой стати? То есть, достаточно долго мы уже говорим о том, что, мол, игры — искусство, что, мол, игры должны поднимать какие-то высокие, серьезные темы, и до сих пор, пока мы эти темы не сможем так или иначе осилить, мы не сможем сказать, что игры — это полноценный, там, взрослый, серьезный жанр. И, в общем-то, хотелось поговорить даже, там, не столько просто, там, концептуальных играх, а, там, даже о том, как, вот, игры доносят какие-то важные мысли, и плюс о том, как, зачем, нужны ли действительно игры, в которые трудно играть, но которые, вроде бы, с той или иной точки зрения важны и нужны, и что-то, чему-то могут, может быть, могут научить или помочь с чем-то бороться. И давайте начнем с простого вопроса. У вас были какие-то игры, которые, не знаю, после которых вы поняли, что, вот, на самом деле, игры — это не просто игрушки, в которых вы, там, нажимаете на кнопки, и у вас, там, персонаж прыгает, и бьется головой об стенку, или о потолок, и у него, там, монетка вылетает и так далее. А что-то, что-то, что-то большее, что-то, что может что-то сказать, так скажем. Слушай, мне кажется, мы здесь, в принципе, собрались, потому что для нас по умолчанию игры — это что-то большее, чем просто нажимание кнопок. И для меня, наверное, это началось с Doom 2, раз уж мы до эфира обсуждали, что мы рано или поздно придем к обсуждению Doom, потому что я полностью верил в то, что происходит. На экране. Мне было очень страшно. Для меня это было бесконечно убедительно. И было достаточно того разрешения, вот этого нищенского 320 на 200, для того, чтобы я полностью погрузился, провалился в эту параллельную вселенную и так далее, и так далее. И с тех пор, наверное, одна из задач, которую я ставлю перед игрой, которую я сейчас запускаю, состоит в том, чтобы эта игра меня смогла утянуть к себе в какую-то другую реальность. Потому что, ну, это как бы оно и есть. И как раз там начало 90-х, наверное, все ведущие разработчики, которые толкали индустрию, и тогда, в общем-то, это, наверное, не называлось еще, которые исследовали новые жанры, новые формы, новые технические возможности, они как раз старались сделать так, чтобы игра была наиболее иммерсивна, что называется. Поэтому я люблю как раз Deus Ex, Dishonored, Descarim, да, да, System Shock, вот все, чтобы потрогать, почитать, послушать, вот что здесь у вас, пацаны, стряслось. Что касается там каких-то серьезных вопросов, ну, мне кажется, это вопрос не столько там признания игр искусством, а возможности через игры передавать какой-то опыт. То есть мы в повестке, у нас существует в перечисленных играх игра Coming Out Simulator. Да, точно. Про гомосексуалисты, которые признаются матери за столом, что он таков, и в дальнейшем переживают некоторые там это самое. Причем, если вдруг вы не играли, вкратце игра состоит в том, что там интерфейс такой, как будто это переписка в айфоне, то есть, ты не играл? Играл. Минималистичная очень картинка внизу, и дальше идут, вот вы видите на экране, идут сообщения. И занимает это все типа минут 10, наверное, если вот в чистых, в сухом остатке потыкать по ответам и посмотреть, что будет. Но я волновался, я ходил курить, я же признаюсь маме, что я гей. Нет, Петь, ну ты же понимаешь, что это игра, она не про то, что ты признаешься, что ты гей. Она передает тебе гей-опыт. Нет, она просто про любое признание, тебе нужно с девушкой расстаться. Ну да, да, да. Тебе очень страшно, ты должен с ней поговорить. Ну да, да. И поэтому можно как-то экстраполировать, наверное, этот опыт. Ты знаешь, были игры про девушек в разное время, вот про расставание там, к сожалению, ничего не было. Там только про... Рандевусные знакомые. Да, до Рандевусных знакомых еще были замечательные. Нина Примон сделала чудесную игру, которая Сибел, по-моему, называется, про ее опыт, знакомство в интернете и виртуальный секс. Ее первые вот это вот все, там, розовая девочка бегает и показывает, как она там хочет с тобой чем-то заняться. И во втором деле тоже там экспириенс. Это же вот та самая Нина, когда мы с тобой такому пошли смотреть. Помнишь? Мы с тобой не пошли смотреть такому, потому что я не видел такому. Значит, с Витей. Да, да, с Витей. Но вот она прям как надо. Да, да. Поназнакомилась в интернете? Да. Все ясно. Ну, Ян застремался, если что, в конце концов ничего не получилось. И... Я помню, да. Ну, и сейчас мы закроем этот вопрос немножечко, и мы перейдем к этому. Нет, Дарик напоминает о розыгрыше, к которому мы перейдем прямо вот сейчас. Но как только Ян мне расскажет о своем замечательном опыте с доктором Марио, нет, не об этом. Нет, про доктора Марио я тоже могу рассказать. Это вам самое интересное вообще, по-моему, как тетя над ним согнулась, там что-то в подвале. Да, да. Первый игровой опыт. Тетя ведет меня в подвал, поворачивается с корейской. Сколько тебе лет? Мне... Восемь. А ей? Ну, навскидку. Двадцать четыре. Покажи на этом хэткрабе. Да, да, да. Арик, дай тетю нам на экран, пожалуйста. Двадцать четыре года. Ян, давай. Тетя Яна, двадцать четыре, пожалуйста. Что это такое? Это хэткраб. Так. Да. Тетя поворачивается с камня спиной, наклоняется, включает приставку «Дэнди», а там «Доктор Марио». И я такой подумал, что вот после того, как я понажимал «Доктора Марио», что я в своей жизни хочу больше игр и без смысла игр, и со смыслом, и чтобы женщин тоже было больше в моей жизни. Я не думал об этом сделать игру со смыслом, в своем опыте, чтобы кто-то прочувствовал, как ты себя ощущал в тот момент. Симулятор игры в «Доктора». Симулятор восьмилетнего мальчика, с которым тетя играет в «Доктора». Точно. Как ты это назовешь? Не знаю. Можно зайти на специализированные сайты, там про родственников различных, много даже категорий просто поставленных. Заголовки можно понадергать. Можно из этого потом и рэп зачитать. Можно легко вообще. Можно топ-10 лучших сделать. Топ-10 лучших названий для будущей игры Яна Кузовлева. Мне кажется, нужно нам устроить что-нибудь типа розыгрыша на эту тему. Конкурс. Да, и розыгрыша. Так вот, розыгрыш Артемии. Вот я и говорю, именно это была, собственно, прелюдия. Прелюдия к этому делу. Типа как раз... Смекалистый ты какой! Отстань. Кстати, о розыгрышах. Как обычно мы на нашей чудесной передаче... Слушайте, я случайно не назвал я в самом начале «Игроманию утром»? Ладно, пускай «Игромания вечером». Нет? Ладно. «Игромания» уже не так. Как обычно, мы разыгрываем три джитоэги в карты. И первую получим. Что вы разыгрываете? Джитоэги гифт-карты. Кого? На 10 евро. Гифт-карты на 10 евро. Гифт-карты на 10 евро? Гифт-карты на 10 евро? А почему бы и нет? Хорошо. Они у нас есть, мы можем их раздать. И я бы так сделал. Мы можем тебе тоже дать. Все нормально. Можно просто 10 евро? Окей. Потом еще я знаю хорошее место, где делают хорошую избекскую еду. Где можно поесть на 10 евро. Там отличные беляши, между прочим, мы там с Дубовским только что ели. Да. Где-то здесь, на районе, да? Нет, это там, на Маяковской. Ну, в общем, не важно. Первую гифт-карту получит тот, кто ответит на вопрос. Вопрос состоит... Вопрос достаточно простой, раз уж мы говорим о концептуальных играх. Вопрос. Как звали доктора, который в игре под названием Дарвиния изобрел Дарвинию? Все просто. Десятый, правильно, да. Первый, десятый, правильный ответивший получит эту G2K в карту. Отправляйте правильные ответы не в чат, не куда-то там еще, а вот на этот чудесный, замечательный e-mail адрес, который расположен в верхнем углу. Правильно. В нем. Да. И, да. Оставшиеся две карты мы разыграем в конце шоу, когда до него дойдет речь, и получит кто-то из наших подписчиков случайно порядок. Переходим к нашей следующей теме, которую мы будем обсуждать. Так. Продолжай. Ну, мне надо было выдержать какую-нибудь пафосную драматическую паузу и так далее. Ну, и, в общем, что я как раз-таки хотел обсудить. Должна ли вот такая вот игра, которая пытается тебя, так скажем, заставить тебя впитать какой-то опыт и познать его, должна ли она быть вот таким вот арт-хаусом, трудным для восприятия? То есть, вот скажи, вот та же Dragon Cancer, это игра, которая практически целиком состоит из метафор, каких-то визуальных геймплейных и прочих. Возьмем дисфорию, игру про мальчика, который мучается гендерной дисфорией, хочет стать девочкой, и там тоже вся игра составлена целиком из метафор. Да, из метафора просто сильнее нет. Так, да-да-да. И, в общем-то, если мы хотим передавать такие опыты, нам обязательно нужно делать что-то такое, что выглядит вот как дисфория, и во что, в общем-то, надо... Нет, совсем нет. Артемий, самое простое, и то, что вы вдвоем поймете, Bloodborne, Bloodborne тебя учит всегда выбираться из твоей зоны комфорта и не сидеть на жопе, потому что, если ты будешь сидеть на жопе и будешь привыкать к чему-то, то рано или поздно тебе насуют в пузо. В пузо, в лучшем случае в пузо. И в жбан. В лучшем случае в жбан. Да. А потом убьют. В лучшем случае проведешь остаток дней в подвале с тетей. Про это же. А ну все про это. Я на самом деле прав. Я хотел примерно то же самое сказать, что, ну, Bloodborne это такой, наверное, самый наглядный пример, потому что это игра, которая довольно топорно говорит тебе о том, что, в общем, ты здесь не сможешь ничего сделать, если ты не постараешься. Ты здесь нафиг никому не нужен, по большому счету. Да. Немного не в ту сторону, но... Ну, понятно. То есть тебя постоянно убивают, ты в заведомом каком-то таком проигрыше находишься, и тебе надо научиться играть. И это такой очень простой пример. Ты должен научиться вовремя уворачиваться от атак и там наносить контрудары для того, чтобы преуспеть. Такие игры, как Dysphoria или Coming Out Simulator или Dead Dragon Cancer, они, в общем-то, близки, как это ни странно, к Bloodborne, именно своим вот этим свойствам выведения игрока из зоны комфорта. Потому что он привык, что видеоигры, это типа там в Destiny в Raidix ходить, там, я не знаю, в Колду матчик сыграть, в Фифулечку понажимать, там в Ведьмачка на платве, значит, поскакать туда-сюда. И как бы выводя тебя из зоны комфорта, эти игры тебя по-своему делают лучше. То есть они тебя чему-то обучают. Bloodborne, опять же, это самый такой низкий пример, потому что она просто тебя учит играть в себя. Тот же самый Coming Out Simulator, вот тебе не надо, значит, бить геймпадом об стену, потому что в ярости. Тебе просто надо пережить опыт, которым с тобой делится другой человек. Опять же, это не очень, ну, как бы мне было не совсем, это было абсолютно новым для меня чем-то. И вообще все, что тебя так или иначе выводит из зоны комфорта, оно тебя так или иначе делает лучше. То есть или ты сдаешься и возвращаешься в свое болото, типа, не, я, типа, не буду, там, не знаю, зарядку делать по утрам. Или ты в конце концов преуспеваешь и начинаешь там как-то более интересно мыслить, более быстро двигаться, там, и так далее, и так далее. Поэтому, если будет больше игр, которые могут вывести игрока из зоны комфорта и преподнести ему какой-то абсолютно новый опыт, который может быть ему неприятен, вы же тут извините. Если их будет больше, я думаю, найдется из всего многообразия то, что тебе будет, ну, типа, вот на это я посмотрел, типа, там, как, не знаю, что ты не умеешь. Как брить лицо, например, вот. Игра про бритье лица, вот ему, например, нужно... Опасные бритья. Черт возьми, играет... Нет, причем это с плейсмувом каким-то надо, чтобы было с погружением. Тем лучше, на самом деле. И таким образом, опять же, и видеоигры заявят о том, что они способны тебя делать лучше не только на уровне, там, знаешь, как, когда давным-давно еще, значит, перед депутатами, которые предлагали все запретить, там, и прочее, прочее. Говорят, ну, нет, ну, игры же это здорово, это реакция, это... Стратегическое мыслиние. Мелкая моторика, мелкая моторика, очень она мне сейчас нужна, вот, потому что с геймпадом и так далее. А сейчас ты понимаешь, что есть игры на эту тему, на эту тему, на эту тему, на эту тему, все это непросто, все это сделано людьми, которые через это прошли, и они этим делятся. И теперь ты такой думаешь, ну, да, теперь игры действительно на одном уровне с другими, так сказать, медиумами. Ты хотел что-то сказать, Ян? Я хотел сказать как раз про вот такие игры, как Coming Out Simulator и The Dragon Cancer, да, что они намного доступнее для тех, кто в игры не играет. Да. Да, да, у меня бабушка с дедушкой до сих пор думают, что игры это что-то от сатаны, и, ну, да. Но они правы в какой-то мере. И что это обязательно какой-то тотализатор, например, или еще что-то ерундовое, ну, как корейские ММО у нас обычно, да, бывают. А вот тут ты просто объясняешь, что да, вот есть игра про рак, есть у тебя совсем другие игры про тот, ну, симулятор хирурга, допустим, или еще там что-то. Стрим Мэдисона бабушка показала, смотри, симуляторы хирурга. И все хорошо. Поэтому как-то намного проще донести идею тем, кто в игры совершенно не играет, и, по-моему, это круто. Здесь, мне кажется, теряется как раз вот эта грань типа геймер, не геймер. Сейчас, в принципе, ну, я говорил об этом неоднократно в разных местах, о том, что понятие геймер, мне кажется, оно сейчас уже, ну, очень сильно на задний план ушло. Потому что, ну, геймер это уже, наверное, чтобы быть геймером, вот типа я геймер, здравствуйте. Это что означает? Что у тебя игры это основной интерес в твоей жизни? Это не геймер, это конченый. Да как я, не знаю, как я ридер, или там, не знаю, movie watcher. Movie watcher, да. Movie watcher вообще отличная. И синий фильм. Такое чувство, что movie watcher, знаете, это какой-то прибор для того, чтобы волосы из ушей наматывать на него. То есть какой-то дни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни, мой movie watcher, в movie watcher батарейка села. Ну, или что-то вот из этой. Реально какая-то фигня, которую рекламируют, там, в магазине на диване, типа, в Иисусе тряпка. Или в вагоне электрички чудо movie watcher с инфракрасным излучением, который покажет вам те волосы, о которых вы забыли, пользуясь другими movie watcher. Идеальное очищение полости от ненужных волос. В самых труднедоступных местах. В самых труднедоступных местах. Мы, по-моему, за это время очень много всего изобретем. Ну, в общем, не суть. Вы начали как раз говорить о Bloodborne. И я вспомнил, вы играли Witness. Я очень хотел, но мне, к сожалению, пришлось отдать ключ тому, у кого есть время на это. Вещь исключительно прекрасна именно с какой точки зрения. Что ты видишь перед собой. Ты видишь игру, в которой ты, по большому счету, проходишь долбанный лабиринт. То есть, выведи Дашу из лабиринта вот эти вот газетные пазлы. Но в какой-то момент ты решаешь все больше и больше этих пазлов. В какой-то момент ты достигаешь той стадии, когда эти пазлы потихонечку начинают за пределы вот этих вот панелей выходить. То есть, просачиваться в окружающий мир. И ты начинаешь понимать, что на самом деле это змейка. Это просто не самоцель. Это, грубо говоря, твой язык. Ну да, инструмент. Инструмент, с помощью которого ты регистрируешь окружение, которое ты так или иначе расколол. И постепенно ты понимаешь это все больше и больше. Ты начинаешь проецировать вот эти вот формы, которые ты видишь на этих змейках. Вернее, на этих панелях. Вот эта вот начальная точка. Здесь у тебя змейка идет. Начинаешь видеть их в окружающем мире. И точно так же, как вот я сейчас, например, где-то вокруг вижу, потому что я поиграл Уитнес 20 часов. И фишка в том, что эту игру называют претенциозной многие. Потому что, ну, в конце концов, Джонатан Блоу – это человек, который весь из себя такой буддист-буддист. Очень любит всякие умные книжки читать, очень любит всякие умные цитаты цитировать. В конце концов, Брейт он сделал после всего этого. И потом он очень сильно расстраивался, когда журналисты написали, там, критики написали рецензии. И он там чуть ли не каждому лично писал, что, мол, я что-то очень сильно расстроен. Ребята, вы не так поняли. Я, конечно, рад, что вы поставили мне там 9,5, но вы не поняли. И да, суть такая. Но фишка в том, что все это, в конце концов, подчинено одной единственной мысли. Там разбросано много-много цитат от разных мыслителей, разных, там, опять же, вот этих его буддистских наставников, всяких космонавтов, которые смотрят на мир с какого-то там орбитального модуля и понимают, как под ним что-то пролетает. И ты понимаешь, что все это подчинено одной-единственной мысли, что и геймплей вот этот вот со змейкой, и которая просачивается в реальный мир, и вот эти все цитаты, которые про восприятие, про религию, про науку, которые, в общем-то, друг с другом как-то сталкиваются, начинают друг с другом бодаться, но по большому счету получается, что пытаются эти цитаты вычленить какую-то свою новую правду за пределами вот всего этого. И ты понимаешь, что вся игра, она на самом деле не про там какие-то змейки, а про то, как научиться видеть что-то за пределами этих змеек и просто вот улететь куда-то там в дальние дали. И я понимаю, что эта игра просто сломала мне мозг. Вот сейчас я вам об этом говорю, я понимаю, что я не мог представить, что все будет ровно так. Сейчас я вам об этом говорю, я не мог представить, что я буду вот так вот говорить, как будто, я не знаю, какой-то сумасшедший, доктринированный фанбой, именно. И в то же время мне интересен один вопрос, ответ на один вопрос. Скажем, вот есть много игр, которые интересны как бы не геймерам. Вот, например, Undertale, в конце концов, который... Прости меня, я, прости, я знаю, что я тебя заколебал. Так вот, Undertale, его любят девочки с тумблера, грубо говоря, вот эти все, которые видят этих маленьких красивых зверушек, им приятно, им весело, у них там добрая, уютная атмосфера, они ходят там, не знаю, с друзьями в кафе или куда-то еще, им весело. Я думаю, у девочек с тумблера не недобрая атмосфера, как раз его вся крайне токсичная. Поэтому они проходят на Genocide Ending, все нормально. Подождите, Undertale это та игра, про которую Nomad на Riot Pixels написал, что она страшная, уродливая. Это такая рецензия, которая реально, ни одной девочки с тумблером есть. Да, в том-то и дело, что в то же время вся зарубежная пресса ее обласкала, я не зарубежная пресса, я ее тоже обласкал. Я много хорошего слышал. И прелесть в том, что люди, которые играют в игры, видят в ней совершенно другое. Они видят в ней привычные какие-то правила, привычные механики, которые просто эта игра постоянно выворачивает наизнанку. Девочки с тумблером этого не замечают, а люди, которые играют в игры, им она нравится именно потому, что она просто берет то, к чему ты привык, и постоянно, каждые пять минут она находят какой-то способ, как это вывернуть наизнанку. Ты понимаешь, что просто девочек с тумблера, их не волнуют условные стелс, головоломки и другие категории, которыми оценивают ценность для жанра и вот это вот все. У них все нормально. Или интересно играть, или не интересно. Это реально самое просто интересное, что некоторые игры, они могут для разных людей, для разных, вот опять же, для геймеров и для нормальных людей, они являют просто совершенно разные плюсы, совершенно разные минусы и совершенно разные какие-то центральные мотивы. И вот, скажем, если попытаться подсунуть кому-то из твоих родственников, которые в игры не играют, что-нибудь типа, скажем, что есть такого, что как бы со смыслом и что вроде бы как игра изо всех сил, скажем, не знаю, тот же самый Dishonored. Until Dawn. Until Dawn. Все равно будут проблемы. Ну нет. С Until Dawn как раз она в очень выигрышной ситуации, потому что в Until Dawn может играть один человек, а вся семья может смотреть или бояться, или ржать, там, ну зависит от того, какая у Яна семья. Вот. И Dishonored никогда в жизни. Вообще вот этот миф у меня, я каждый раз, когда это слышу, типа, эта игра, ну типа там, Last of Us подойдет тем, кто не играет, выиграет. Вы что? Там столько условностей, там столько убивают постоянно, тебя в первую очередь. Ну, то есть это нормально у человека, просто вымесит, ты такой, я никогда в жизни. Как было 20 лет назад, так и осталось. Ну, то есть вот такая реакция, мне кажется. А Until Dawn, да. Реально смешно. Была какая-то, кто-то, какой-то критик, как бы, прославленный, англоязычный, написал книгу на тему того, что не так делает Last of Us. Книгу? Да. То есть у него там целый трактат на тему того, что Last of Us делает не так. И причем одна из главных его статей критики, это то, что в Last of Us ты не можешь пойти и походить по миру. То есть ты не можешь взять и пойти, куда ты хочешь. И вот это мне просто голову взорвало. То есть человеку понять по-моему не имеет, как делать. Книгу Ахалвей в одной из глав ругает ее за то, что она не журнал. Ну, как-то так, да. Странный организм. И кто-то купил эту книгу? Да, даже кто-то купил, и даже кто-то написал на нее рецензию. Я так подозреваю, что кто-то ее даже, наверное, прочитал. Ну, да. Возможно. И вот это как раз-таки самое интересное, что вроде бы как игры, как медиум, они любопытны тем, что они, в общем-то, дают то, чего фильмы, музыка, опять же, то есть музыка, фильмы, литература, все это дает тоже, может дать какую-то там тебе мысль, какой-то посыл. А игры они могут дать то, чего тебе не может дать музыка, литература и кино. Это конкретно интерактивность. Ну, да. Но это само в себе очень круто, но в то же время понятия не имеешь, как это вообще заставить там, не знаю, человек, который в игры не играет, вот этот вот месседж в себя впитать. И что вообще с всем этим делать? Проблема даже среди тех, кто называет себя геймерами и не любит там условно такие игры, как Undertale или, не знаю, бойкотирует многочисленный coming out симулятор. Ну, это же не единственная игра на похожую тему. В конце концов, вот это весь этот шум насчет симуляторов ходьбы, которые якобы не игры. Да, да, да. Люди просто консервативные очень. Они привыкли к тому, что игра это вот, вот это, 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 из этого игра состоит, а если она из этого не состоит или чего-то из этого там не достает, это уже не игра, а это типа мыльное кинцо там и прочее, прочее. Люди закрыты для нового опыта и я искренне уверен в том, что в космос никто не улетит никогда, потому что, ну, ты представляешь себе, на другую планету неожиданно перевезли все вот это и, ребят, здесь нет воздуха, значит, ходить можно только в скафандрах, деревья, парки нет, работы внутри вот этой бытовочки, в той бытовочке туалеты. Картошку выращивать, это все, собственно, вся работа, которая там есть. Да, вот, пожалуйста, живите, никогда в жизни. И это, ну, это как бы такой гротесный пример, но проблема действительно в том, что люди очень закрыты для нового опыта и, опять-таки, когда кто-то задается вопросом, а почему опять Дум? Да поэтому. Потому что это то, что тебе надо. И мне, ну, то есть я такой же вообще, новый Дум вообще отличный. Ура! Да, ура! Так, давайте обсудим Дум. Ну, да, мы закончили. Нет, на самом деле нет, на самом деле есть еще много всяких исключительно важных нудных тем. Инфритуальных, пусы, тем с моноклем, пожалуйста. А у нас музыка какая-то играет на фоне? Или мы вот так вот, как в психбольнице? У нас там чудесная пианинка, наверное, коронная. Нет, там электроника какая-то. Бар, бар, голубая устрица там нужна. Эль-бимбо. Да. Ян. Да. У тебя был вообще какой-нибудь опыт, когда ты брал какого-нибудь своего родственника и сажал играть какую-нибудь игру, которая там, не знаю, которая, ты хотел бы, чтобы он проникся, и он не проникался, и тебе становилось очень грустно? Маме показывал Angry Birds, девушке показывал Бастион. И что, Бастион? Все плохо. Надо было наоборот. Короче, я так понимаю, девушки у тебя больше нет, мама с тобой не разговаривает. Да, все плохо. У тебя такое было? Я, ну, так, поскольку, ну, естественно, супруга замечает то, что происходит на телевизоре иногда, но ей очень понравился Ведьмак, она сама не готова, она периодически оценивает, типа, вот это вот сделано нормально, вот это нормальная игра, нормальная музыка, все говорят по-русски, очень качественно, без ошибок, графика там, Геральт, актер Геральт озвучивает, который Брэда Пита озвучивает, что-то там, вот. То есть она в такой небольшой степени погружена, конечно, в контекст, но я не настаиваю, потому что она любит читать. Я такой, ну, ладно, пожалуйста. К слову, о других видах, так сказать, передач информации, я не могу сказать, ты же не хочешь сказать, что игры лучше, чем там условно кино? Они просто другие. Просто такая, скажем так, риторика тоже имела место несколько лет назад, когда утверждалось, что видеоигры это абсолют, и вообще, если вы не любите, то вы отстали от жизни. Мне кажется, это не так. Ты можешь не любить, там, что-то из этого и оставаться полноценным человеком. Опять же, если в играх главный, эксклюзивный, скажем так, конек, это интерактивность, потому что есть серьезная разница. Здесь надо вспомнить игру Call of Ktuh Dark Corners of the Earth. Самая страшная, самая страшная игра, в которой когда-либо играл. Она не сколько даже страшная, сколько неприветливая. Она вообще... В гостиницу, да, заселяешься? Да, сколько людей бросило на моменте побега из гостиницы, я даже не представляю. Даже до побега там все настолько плохо. Куда идти? Нет, все злые какие-то. Все злые. Только в конце тебе дают рейлган, ты начинаешь убивать догонов. Я не дошел до этого момента, я на заводе остановился. Вот, и там же есть потрясающий момент, очень показательный, когда ты в доме встречаешь девочку с отцом, и они говорят, что мама болеет, что-то она там на чердаке, ее заперли, и в дальнейшем ты обнаруживаешь там какую-то кровавую сцену и понимаешь, что тебе надо пойти и посмотреть, что там с мамой. И как бы есть серьезная разница между тем, что ты, условно говоря, в фильме ужасов смотришь, как кто-то это делает, и сам идешь открыть, посмотреть дверь, что там с мамой. И такая же разница между хоррорами от первого и от третьего лица, там и так далее, и так далее. Поэтому интерактив, конечно, да, но в то же время в книгах, например, есть совершенно невероятные и недостижимые, мне кажется, с играми именно вот в традиционном понимании, где доминирует график, результат, это не касается, вот как раз такие игры, как Coming Out Simulator, они близко к этому. Потому что ты себе сам додумываешь все. Да, потому что книга делает проблему героя твоей проблемой. И ты захлопываешь какого-нибудь Буугакова и такой «я сегодня спать не буду». Ну то есть даже если говорить о том же Лавкрафте, то есть как Лавкрафт описывает вот эти вот свои сцены, всех своих чудищ. Он просто дает какую-нибудь маленькую зацепку и ты сам у тебя в голове эту зацепку прорисовываешь и то есть все там страшные монстры, которые кто-то тебе мог нарисовать, они в половине такие страшные, как ты сам себе их там придумал из этой половины зацепки. И это чудесно. Поэтому как раз Sunless Sea работает, потому что там практически вся игра состоит из текста, это круто. Ну да, опять же, в книге очень важное место занимает экспозиция, потому что автор подробно описывает место, где все происходит. В видеоиграх экспозиция воспринимается пользователем как данность, ну типа уровень. В книге, если ты о чем-то задумался, например, ты едешь в метро и читаешь. Ты читаешь, 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 задумался, пропустил что-то важное, и у тебя как бы все порушилось. В игре ты такой типа, ну я в доме, люстра, ты особо над этим не паришься, оно есть и просто есть. Ну оно просто где-то в подсознании скорее отпечатывается, и ты видишь. Мне, кстати, из-за этого очень нравятся всякие рогалики, в которых минимум графики. Один из них играл, называется Брок, он абсолютно однокнопочный, то есть ты ходишь по разным лабиринтам, там что-то мечики находишь, по голове монстром стучишь. Но был такой момент, я захожу в комнату, и там как-то вот мне описывают, что там, значит, сухая какая-то трава по полу разбросанная, и в середине комнаты постамент с артефактом. Я думаю, о, здорово, сейчас там еще у меня новый мечик будет, еще лучше было. Выясняется, что цитаты из Индианы Джонса. Да, а там почти что цитаты из Индианы Джонса. Я беру этот мечик, и тут у меня эта сухая трава начинает гореть на выходе. И ты наглухо сразу же. Нет, и я такой думаю, вот либо я сейчас буду эту комнату обыскивать, потому что там непонятно, вдруг там есть тайный лаз какой-то, и я выберусь. Либо я должен через вот этот вот огонь как-то пробежать на выход, и потом что-то как-то спастись. Тайного лаза не оказалось, я бегу в этот огонь, у меня персонаж начинает гореть. Опять же, это все, ну, не видно. Ты сам себя додумаешь. Собаки, точки, косые черты, скобки, прочие-прочие цифры. Персонаж горит, я пытаюсь найти хоть какую-нибудь воду, но в итоге у меня человек просто погибает от пожара. Погиб человек. Да, и я никак не ожидал, вот зайдя вот в эту комнату, что вот эта трава, она сухая и будет гореть. Вот так вот, вот так. А, в Ancient Domains of Mystery ты играл? Да. Это тоже классический. В Doom, продолжая тему. Да, и в Doom RL. Doom Roguelike, да, потрясающая штука. Лучшая, по-моему. Да, отлично. В общем-то, в принципе, если ты поиграл в Doom RL, тебе Doom новый нафиг не нужен, потому что это лучше на всех уровнях. И... А вот еще такая же байка, как раз, по-моему, в Stone Soup, который NetHack. Нет, это не NetHack, это Dungeon Crawl. А, Dungeon Crawl, да. А там, если ты играешь за колдуна и колдуешь активно, то ты истощаешься. То есть колдун обязательно должен жрать много. И в итоге он у меня настолько интенсивно колдовал, что он упал в обморок. Он, значит, упал в обморок, стукнулся головой от пол, потом еще к нему тролль подошел, пока он без сознания был, и дубинку его добил. У меня от голода погиб почти, вот от истощения. Нет, самое прелестное в Stone Soup, это вот, мне там безумно нравится класс, который называется Transmuter. Это класс, который, ну, грубо говоря, алхимик, который постепенно, по мере того, как он прокачивается, он отращивает все конечности. То есть эти конечности может быть сколько угодно. Ну, это почти Лавкрофт, да? Да, да, да. Ну, то есть, опять же, ты не можешь это никак визуализировать средствами игры, если, конечно, у тебя нет движка, как там у Спор или где-нибудь еще. Но, когда у тебя вот вся игра сделана на аски символах, почему бы и нет? Ну, и, в общем, следующий на самом деле вопрос, мне кажется, достаточно проблемный. Вообще, как вы думаете, должны ли мы, либо там вообще те, кто в эти игры играет, те, кто эти игры ценят, те вот эти вот концептуальные игры, как-то пытаться эту мысль нести в массы, делать это чем-то массовым, там, всем понятным. То есть, вот скажем, мы, как медиа, либо там, не знаю, люди, которые в это играют, как сарафанное радио, либо люди, которые эти игры делают. То есть, стоит ли оно того вообще? Либо пускай просто смотрят фильмы, как раньше, просто потому что это привычнее. Знаешь, мне вот эта вот вся тематика менторства, да? Мне кажется, твоя миссия в этом состоит. В том-то и дело. Мне? Стоит ли это делать? А я не знаю. Что мы для этого можем сделать? Насильно это делать никак нельзя. Смотрите, мне кажется, ну, конечно, насильно нет, но насильно в каком смысле? Вот у тебя журнал, ты его, у тебя здесь все как надо, на обложке Doom, такой, нормально. И тут, короче, тоси-боси, мемы, ядерные дико шевелись от Антона Датьева, творческая песочница, про Марио, отечественный производитель. Ну, в общем, короче, где-то про это, вот опять МГС, понимаешь, где-то про это должны быть, ну, как бы вот, про нормальные игры. Broken Age, кстати говоря, тоже относится к их числу, я считаю. А не второе. И я, кстати, во второй не играл, очень хочу, потому что мне первый очень понравился. Первый потрясающий, второй слит. Хуже? Слит. Ощутимо. Ну, ладно. Да. И это просто к слову о консервативной аудитории и о том, стоит ли, вопрос на самом деле про это, стоит ли идти на поводу у аудитории или предлагать ей что-то новое. Включив первый канал, мы можем увидеть, что происходит, если не предлагать аудитории что-то новое. Ну, то есть, я имею в виду не в 9 часов вечера включив первый канал, а там в новогодние, например, или там вечерком в субботу. И ты увидишь концерт опять, там, не знаю, Валерий, там еще чего-то. То есть, ты такой, сколько можно? Почему эти люди там сидят? Если это показывают, значит, наверное, это смотрят, потому что первый канал не идиоты. Ну, там так дело, что это действительно смотрят. То есть, люди это потребляют. Людям нормально. В конце концов, там, не знаю, всеми любимая представительная стримерша Карина. Почему, вот, все говорят, какая-то сранка. Просто, она не узнаем-ка, она просто дает людям то, чего они хотят. Хлеб и зрелища. Фрик стол. Дом 2. Да, 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 да. Вот, то есть, я к тому, что, разумеется, надо свою аудиторию каким-то образом образовывать. Они потом тебе спасибо скажут, читатели. Естественно, далеко не всем интересно. Многим, я думаю, интересно, из каких видеокарт лучше собрать себе квартиру. Там, какую оперативную память вставить в свою собаку. И, там, запустится ли на его железе новый дум на максималочках и прочее, прочее. А также мнение, там, звезд игровой индустрии. Самое главное, это сколько баллов из десяти. Да, по поводу и без. Но обязательно, в любом случае, надо давать, потому что это, как бы, часть нашей работы, которую я кратко называю образовательной. Пожалуй, да. Я, наверное, с тобой не соглашусь все-таки, потому что вот это вот намеренное запихивание в глотку. Почему намеренное запихивание в глотку? Вот потому что это обычно так и бывает. Не знаю, это тебе после подвала так кажется. Вот сейчас я такой умный, красивый, один на горе стою, да, в белом, буду просвещать эти массы. Почему в белом? Почему в массы? Потому что обычно, когда пытаются... Это у тебя проблема. Это ты так думаешь, что ты в белом на горе и просвещать... Нет, я так не хочу. И стоит такой думает, просветить мне массы или нет? Пожалуй, не буду. Время, да, уже. Да, время. Но на самом деле нет никакой горы, и ты не в белом, и нет никакой массы. То есть просто ты знаешь чуть больше, чем люди, которые условно тебя в какой-то мере окружают. И ты такой, ну вот, прикинь, видал, попробуй. Смотри, как интересно. На! И зажигал. Вот, и как бы это. И предлагаешь им опять-таки новый опыт. Вот и все. Как ты будешь это делать, чтобы тебе потом в конце концов не написали благодарные читатели, мол, вот ты эстет говноед, и какого черта ты мне это вообще пытаешься припихнуть? Зачем мне это вообще надо? Это реклама. Проплачено. Еще же. Чемоданы доехали. А, да, это самое главное. Особенно вот когда ты публикуешь рецензию на что-нибудь. Обязательно. Если что-то понравилось, что-то одно. Если ты от чего-то в восторге, то обязательно. То есть вот один человек сделал игру, написал мне, Артемий, пожалуйста, напиши вот тебе чемодан, чемодан из крокодиловой кожи, все нормально. Ботинки он себе сделал из него. Все как ты любишь. Купюры не мелочи, да? Да, там энергетики тебе. Номера не подряд. Доритус, все вот это вот, как обычно. Пицца. Так что, пожалуйста, поставь мне 9 из 10. Так. В конце концов. Ты ему. Нет. Нет, нет. Да, конечно. Значит, зачем? Так. Что мы вообще с этим можем делать? Мы вообще можем что-то с этим делать? Потому что в конце концов мы, даже если мы учим людей, даже если мы пытаемся их чему-то научить, в конце концов далеко не всем это действительно надо. Да нет, в каком смысле? Ты же рассказываешь в любом случае. Твоя задача, как редактора журнала игромании, ведущего прямого эфира и ведущего стримов и прочее прочее, рассказывать людям, что есть в магазине. Понимаешь? В конце концов, ты посредник. Конечно, времена изменились и когда-то журнал «Страна игр» был просто каталогом, который бесплатно раздавался в магазине «Страна игр», где были перечислены новинки для Super Nintendo и Sega Mega Drive. Теперь у нас появились персоналии, мнения, какая-то может быть там даже глубокая аналитика на диске и прочие-прочие спец какие-то там вещи. Но в сухом остатке твоя основная работа заключается в том, что ты до потенциального потребителя работаешь в сегменте B2C. Есть B, есть C, ты Tu. Вот. Называется игромания. И ты рассказываешь потенциальному потребителю, чувак, в этом месяце откладывай 4 рубля, потому что выйдет… Господи, дай найду что-нибудь. Вот это. XCOM 2. Да, господи боже, надо вдруг что-нибудь более хипстерское, чтобы было не так уж… Firewatch. Firewatch, да, защипись. И Overwatch тоже. Овервотч тоже. Овервотч. Вон, по-моему, Арик продал… Овервотч об этом будет. А вот эти все, как бы, статьи, вот эти все мнения, это для того, чтобы люди прочитали и не просто ознакомились, типа, ну, надо купить. А еще и там, ну, увидели, узнали какие тезисы, было что обсудить, чтобы бросить, опять же, чтобы… Ну, поскольку здесь комментариев нет, есть комментарии, я думаю, ну, там, в каких-то пабликах и так далее, опять же, есть обсуждения, а вот в агромании написали и прочее, прочее. И, как бы, ты можешь же давать в этом же своем, в рамках своей текущей работы предлагать не только то, за что тебе занесли, вот, но и то, что просто было бы интересно, наверное. И уж, наверное, один из десяти-то обратит внимание на что-нибудь клевое и потом расскажет еще кому-нибудь. И мир станет лучше, понимаешь? Должен быть какой-то элемент супергероя со всем. Супергероя и игровая журналист. Да. Рад, что я не один об этом думаю. Угу. Рад, что я не один до сих пор витаю где-то в этих вот зеленых, розовых, какого там цвета облаках. Какого цвета облака? И думаю о том, что у меня есть миссия, миссия, которую… Конечно, определенно. …нужную. Хватит на меня смотреть! Голубых. В голубых облаках. Да. Есть еще одна, на самом деле, тема, которая тоже достаточно высоколобая и занудная. Как я люблю. Смотрите. Игры, как медиум, все же достаточно штука молодая. То есть, сколько лет литературе, сколько лет музыке, сколько лет кинематографу. Да хренище. Так. Устраивайтесь поудобней. Я начинаю. Угу. И при этом, да, поскольку игры такие вроде как маленькие и вроде как до сих пор кто-то считает, что это ерунда для детишек, многие, по-моему… Такие есть. Все еще. Я говорю много, но они есть. Происки сатаны. Хорошо, да. Происки сатаны, да, их надо запретить, пожалуйста. Мне просто сразу, мне уже давно не кажется, что игры это молодые. Это был популярный тезис лет семь назад. Он до сих пор популярный, но он где-то в другой вселенной, где живут другие люди, но которые тоже существуют. Ну, в общем, суть в чем. Смотрите, есть игры, вернее, есть темы, которые для игр считаются какими-то табу. При том, что по большому счету это не табу, то есть это просто темы, которые как-то неудобно затрагивать. Как кодекс фильмов ужасов в Северных Штатах был на хэ, но не то, о чем ты подумал. Забыл, как называется, но, в общем, был негласный список вещей, условно говоря, которые не стоит показывать, использовать. Нет, с комиксами такая же история была. С комиксами тоже. Это, к слову, о том, почему японские хорроры страшнее американцев. Ну, вот вроде того. Потому что в Японии нет никаких кодексов, они вообще такие, что у кодекса. Нет, ребята, мы без тормозов будем снять. Да, вроде того. Ну, в конце концов, я не знаю, по-моему, игры до сих пор стесняются, там даже секс показывать. Хотя, там, не знаю, в кино с этим проблем нет, в книгах с этим проблем нет, но в играх как-то как-то неудобно. Тем более, что, ну, это опять же, вселенская проблема, что вроде бы как людей мы убивать будем на экране, а там то, как люди сношаются и там детей делают, это неправильно, это нехорошо. Ну, и, в общем, вот, скажем, я не так давно играл в This War of Mine, вот это дополнение, которое вышло на консолях, то есть там порт, в котором вышел вот этот контент. По большому счету одна единственная добавка. Там появились дети. При этом эти дети очень сильно убивались вообще из общей конвей игры просто потому, что... Но This War of Mine это игра, которая вроде бы как пытается показать войну. Войну гражданскую, тяжелую, и причем с точки зрения гражданских. То есть люди пытаются выжить, связать концы с конца, пытаются добыть еду, пытаются добыть там фильтр для воды, вот это вот все. И при этом там, если они умирают, то умирают максимально там некрасиво, печально и, в общем-то, бесполезно, потому что типа война некрасива, то есть месседж она доносит так или иначе. И тут появляется дополнение с детьми. И эти дети совершенно все меняют, потому что они, во-первых, никак практически не помогают. Там можно научить какую-то простую механическую работу делать, но там развалы они разбирать не будут, потому что они маленькие и слабые. Там на вылазки выходить, там на припасы собирать они тоже не будут, потому что они маленькие и слабые. И не дай бог их еще убьют. Патроны немцам они не подносят. А, то есть в дополнении дети не участвуют в ночных вылазках? Да, они там не участвуют. Более того, даже если там, то есть можно любого персонажа довести до кондиции, когда он там или умрет от голода или еще что-то, дети просто убегают из дома. То есть они просто не хотят вот этого показывать. И получается, что дети, они ощущаются вот такие галлюцинации, которые бегают по дому, качаются на качельках, веселятся и пытаются со всеми разговаривать. Их там треплют по головке. Причем, в большом счете, единственная их функция положительная. Когда дети счастливы, тогда все остальные чуть-чуть более счастливы. Но при этом, если ты умудряешься детей поддерживать счастливыми, то у тебя и так все равно все счастливы. И, в общем-то, детей с тем же успехом могло бы и не быть. И получается дико какое-то неуклюжее дополнение, просто потому что мы не можем показать действительно, как дети по-настоящему страдают. Тем более, что это там дети, которых фотографии детей и разработчиков тоже, наверное, неприятно. При этом была игра The Walking Dead, где с этой проблемой справились гораздо лучше. Просто потому что... Просто потому что Карл... Не-не-не, там нету Карла. В конце концов, там есть та самая сцена. Во-первых, там есть Клементина, которая очень круто себя показывает, потому что она полезная и классная. И ей реально проникаешься, потому что это вроде персонаж, который развивается, который воспитывается, который начинает помогать. В отличие от персонажей The War of Mine. Во-вторых, там действительно дети могут оказаться в какой-то большой опасности. Но при этом это вот единичный случай. Потому что, с другой стороны, The War of Mine, Fallout 3... Но только там их убивают зомби? Нет, на самом деле. Ну ладно. Там есть... Спойлер-алерт. Это не то, чтобы спойлер. Первый сезон можно спойлерить. Нет, не можно. Просто там есть ситуация, когда ты выбираешь либо убить его самому, либо позволить его отцу его убить. Либо оставить его превращаться в зомби. И никто ничего не сказал. Потому что это реально сильная сцена, реально сильный момент, который реально очень круто показан. И вот именно поэтому, мне кажется, то, что Walking Dead 1 и 2 сезон не боится таких тем, он, по-моему, достаточно такой взрослый и серьезный и классный. Но в то же время противоположных примеров гораздо больше. В конце концов, берем 3-й Fallout. То есть, в первых двух Fallout, там даже был первый где-то убийца. Это, конечно, ничего хорошего в том, чтобы убивать детей. Это отвратительно, потому что как только ты получаешь даже не перк, а трейд. Когда ты это делаешь, ты становишься самой большой мразью в пустоши. Но при этом нет никакой вот такой, знаете, фальши показной, что, смотрите, вот у нас в игре есть дети, но они бессмертные. Ты ничего с ними не можешь делать. Вот они стоят, какие-то такие куклы. И вот у меня возникает вопрос. Вообще, если мы не боимся чего-то сделать, во-первых, полезно ли это вообще для медиума как такового? Во-вторых, имеет ли смысл вообще пытаться что-то в игру добавлять, если мы не можем это полноценно показать? Мне кажется, нет. Отличный пример Джорни. Мой друг Стас Ломакин многократно приводил в пример, что в игре Джорни у персонажа нет рук. Поэтому ты не задаешься вопросом, почему они не нажимают какие-то кнопки или еще что-то. Я думаю, что чем условнее игра, которая пытается рассказать о чем-то серьезном, тем в принципе лучше. Потому что, честно говоря, секс в видеоиграх, даже с современными технологиями, ну я не очень понимаю, зачем это смотреть. В Биошоке Рои, в Dragon Age, в Inquisition, если большой шаг, который там они сделали, они сделали их более-менее хотя бы смешными. Слушай, в Dragon Age Inquisition там невозможно ни с кем заняться сексом, потому что проще, мне кажется, со случайной женщиной на улице попробовать, хотя бы попытаться заняться сексом. Потому что Dragon Age Inquisition это целый квест. Ты должен гайд читать, как этого рогатого педика. Я его завалил. Или какого он там... Уломать. И оно того стоило бы. То есть проще реально выйти сейчас на улицу и попробовать с кем-то познакомиться, чем заняться сексом с кем-то в Dragon Age Inquisition. Ну, не знаю, мне было легче. К слову, о сексе в видеоиграх, но это, правда, другая немножко история. Это было Дорандову с незнакомкой. Было две игры. Вида и Тереза. Это были такие как бы видеоквесты. То есть у тебя нарисованное окружение, а дама она отрендеренная модель. Как в Фантасмагории, что ли? Как в Мортал Комбат. Ну, то есть как бы вот что-то такое. Только очень низкое разрешение. По-моему, хуже, чем в Фантасмагории. И все это было. Ну и там прям с обнаженкой со всей истории. И там в основном тоже текст, диалоги. Ты должен... Не забыл ли... В самом начале в баре вымыть руки. То в самом конце, когда ты уже и музыку ей послушал. И кино ей посмотрел. И вина ей попил. И всего остального. Она такая... Руки-то не вымыл. Такая в один в трусах лежит. Такой... Черт! Да! Не вымыл. Вот. И... Вот это как-то было интереснее, понимаешь? Хоть можно было как-то... Вот. А там, не знаю, в сексуальной сцене, в Ведьмаке... Ну, ты себе как-то... Ты же... Честно говоря, мне просто было дико на все это смотреть, знаешь? Я не знаю. Плюс там все сексуальные сцены одинаковые. С братюнями выпить. Вот это вот, кстати, лучшее, что есть в Ведьмаке. Вот эта вот сцена, когда вы... В смысле ты выбрал с братюнями выпить? Все разы, там очень много сексуальных сцен. Там бордель есть, например. Там всех можно выпить. Нет, нет. Вот что Ведьмак смог показать так, как никто больше не показывает? Они очень круто показали пьянку. Ну да. Это просто вот реально лучшая пьянка, которую я, наверное, видел когда-либо. Самое крутое, это то, что второй Ведьмак можно закончить тем, что они встречаются и такие, что будем драться. Он говорит, да ну, типа, давай водки лучше выпьем. Да-да-да. Это вообще отлично. А постельная сцена не знаю. А потом в третьей части... Да ладно, в Сан-Андреасе было гораздо круче, по крайней мере. В Сан-Андреасе я не играл. Ну блин, это же тот самый долбанный мод хот-кофе, вокруг которого... Я понял, да. Это было, на самом деле, жалко, но по крайней мере история вокруг этого. В четвертой части мне просто очень понравилось, что там они очень иронично это сделали. То есть показывают просто дом, в котором происходит какая-то возня. А потом неожиданно ты перестаешь понимать, он там ей кровать двигает куда-то, что ли. Или привинчивает что-то. Или что-то сверху. Или что-то происходит. Ну, короче, там очень здорово с такой насмешкой. Очень легко вместе с тем это показали. То есть все, что тебе надо было подумать, ты, в принципе, подумал. Потом это быстро съехал с серьезных щей, и ты снова за рулем в какой-то угнанный BMW. Потому что игра, в общем-то, об этом. А делать постельный эсцент, ну, как бы я не вижу смысла. В том-то и дело. То есть ты либо... Зачем? Ты либо подходишь к этому как-то творчески, опять же придумываешь какую-то там метафору механическую, или там еще какую-нибудь, или там действительно придумываешь какой-то визуальный образ, или еще вообще что-нибудь, чтобы ты сам себе что-то додумал. Тогда это будет работать. Ну да. Ян. 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 А про детей, Петь, что скажешь? Да про детей я тоже самое скажу, на самом деле. Кстати... В Fallout 3 нельзя было убивать детей, но черт с ними. Нет, на самом деле... Я не планировал этого делать. Нет, в том-то дело, что я не планировал этого делать, но просто... Арсимий, нет. Надо попробовать такой, работать или нет. Нет! Говно игра! Ну все. А, кстати, многие так его и восприняли же в конце концов. Скорее всего, да. Даже не скорее всего. Просто буквально в первые дни люди начали делать моды. То есть, чтобы можно было делать со всеми... Погоди, но зачем? Это геймеры. Это сложно просто. Геймеры. Да, геймеры. Потому что... Я понимаю, паровозик Томас смоделировать там в этом, в Fallout, да? Но... Понимаешь? Нет, самое смешное, что я читал, как люди на полном серьезе пишут, что бессмертные дети ломают им погружение. То есть, это делает так, что они перестают верить в мир Fallout. Куда они погружаются? Мне кажется, им надо в другие места погружаться почаще. В чан с чем? Тогда не будет таких вопросов просто по отношению к... Как бы, Fallout 3 эта игра не про это. Не про это. В конце концов, даже там, не знаю, взять Fallout 3, Fallout 4, там хренова гора разных вещей, которые... Куча активностей. Которые мало того, что куча активностей, там очень много вещей, которые, в принципе, с житейской простой логикой вообще никак не пересекаются. Да. Этот мир просто устроен по своим каким-то законам. Это просто апокалиптическое фэнтези такое. Какать нельзя. Слушай, там нельзя какать, Ян. А я какал. Я восьмерку поставил четвертому Fallout, ну что за фигня? Ну, как бы, да. Блин, я даже не заметил. Туалеты есть, а как это нельзя? Пить из них можно, а как это нельзя? Если все игры... Ну, еще в Duke Nukem 3D можно было пить из туалета. И кидаться где-то в Duke Nukem 4L уже. Да. Что-то там было хорошее. Да. А если просто игры неожиданно избавиться от условностей, то это, как знаете, я посмотрел второй сезон сериала Fargo и все такие... Ну, вообще... В Twitter мне пишут. Ну, вообще, сериал у меня оставил. Много вопросов. Что с женой? Я говорю, в смысле, у нее рак как бы. Ну, все с женой. Ладно, что за инопланетяне? Ну, типа, это просто, ну, как Deus Ex Machina. Прилетели. Случаи, обстоятельства. Почему он стоял на дороге? Она там пять раз за сезон спрашивает. Да просто стоял он у дороги. Почему он стоял у дороги? Задается она вопросом еще раз. Ладно. Потому что инопланетяне прилетели. Устраивает? Хорошо. Там же просто пакет бликовал, типа, летающий. Ну, какая-то обертка непонятная. Ну, типа, объясняется? Нет. Почему? Да потому что в конце там еще раз прилетают инопланетяне, которые светят на них на всех и прерывают перестрелку. Понимаешь? То есть это просто классический, на самом деле, драматический прием. Просто. Вот так. Потому что иначе было бы не так. В конце концов, это кино. Ну да, реально просто возникает вопрос. Вы там, вам кино интересное или... Да, реально. Иди в страйкбол играй, короче. Серьезно. Ешь, там бакай, из унитаза кушать, там еще что-нибудь. То есть вы выбираете, либо вам охренительное кино, либо вам обычную вашу скучную, унылую жизнь, где все как по-настоящему. Да, да. Такие две альтернативы. Это же магия. Это же интертейнинг, в конце концов. Ну и да, и в принципе нормально. Это как если бы были американские горки, из которых все во время мертвой петли выбаливались. Такое, по-моему, в кино уже было. Да и не в кино тоже, но все равно. Самые-самые реалистичные американские горки только у нас. Просто один круг вот так вот и все вываливаются на хер. И все. И критики такие. Реалистично. Да. Хорошо. Ни одной сценарной дыры, просто вот потрясающе. Да. А в комментариях этому критику ты даже не попробовал, что ты пишешь. Так, что еще мы не обсудили? Не знаю. Не знаю. Дум мы не обсудили пока. Вот на самом деле Дум надо обсудить, наверное. Сегодня, кстати, в Твиттере состоялось… Вот я как раз из-за этого предложил Дум обсудить. Да, да, да. Когда ты с Максом-то. Состоялась небольшая беседа по поводу Дума. Потому что я не знаю, кто это первый сделал. Я увидел это в ленте от имени Age of Geeks. Есть такой гиковский портал. Они постоянно у них обложка того, обложка сего, новые постеры, новый фан-арт, новый косплей. И тут я увидел у них бокс-арт Дума. Как мне потом сказали в секретном чате, что возможно это не финальный. То есть не было никаких официальных новостей. возможно это там для шоу Конана О'Брайена сделали. Похож на обложку Хейла. Ладно, он похож на обложку Хейла. Там другой вопрос, что когда ты… Если мы вспомним, включите нам, пожалуйста, обложки Дума. Сейчас будем. Давай. Изменилась очень сильно, изменился, скажем так, месседж, который вложен в этот бокс-арт. Потому что первый Дум, там, если вы помните, был десантник, который… Уже такой весь подраный. Он подраный. У него на животе царапина и разорванная форма на ноге. Его хватает за руку один демон. Он отстреливается и один из чертей запускает фаербол. Это видно. И за ним причем бежит другой десантник, где-то там ближе горизонту, который как бы ему сигнализирует, типа, «Алёд, реально Хейла». Да чёрт с ним с Хейла. Это и Хейла, и Метроид сегодня уже шутили. Здесь… То есть там, когда мы были маленькие, я такой, типа, говорил самому на однокласснику, Лёша, Лёша, почему Дум? Что за дурацкое название? Дум. Он говорит, ну, типа, рок, там, обреченный вот это. И я такой… И тогда, да, это же было очень страшно играть в Дум, когда ты был маленький, потому что это лицо еще внизу, которое кровью покрывалось при ранениях. И ощущение было такое, что вот это слово Дум, в него вложен смысл в том, что тебе, короче, всё, кранты. Вот ты сейчас начнешь играть в эту игру, и ты не выберешься из этого лабиринта. Сейчас ты смотришь на обложку Дум, и такое ощущение реально, как будто кто-то постучал в дверь, ты открываешь, видишь вот эту фигуру с двустволкой, и вот слово Дум, оно у тебя как бы где-то на глазах с той стороны. Та-та-та, типа, сейчас всё, пришел, не знаю, пришел ОМОН или еще что-то. Он еще с двустволкой стоит, а двустволка – это ружье охотничье, то есть явно какой-то намек на то, что это как бы не жертва далеко во всей сложившейся ситуации. Вот, и мы с Максимом Самольным как раз начали обсуждать, что Дум, значит, как он мне, как начал мне писать Макс, что Дум никогда не был про веселье и угар, это всегда было там саспенс, сатана и прочее. Мне, наоборот, никогда так не казалось. Мне казалось, что Дум – это игра про китч, про свиную кровь, про пантеру, которая в миди-обработке играет, у тебя фоном. Как раз Дум – это и есть амальгама всей вот этой поп-культуры, которая тогда была. Да, 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 да. Живые, опять же, зловещие мертвецы, бензопила и так далее, и так далее. И опять же, третий Дум… А он уже на сложных счетах. Он был как бы как систем-шок такой вот, типа, с паролями, дневниками, систем-шок. Да. Причем мне третий Дум, когда он вышел в 2004 году, я, во-первых, очень ждал третий Дум, потому что, ну, как бы, я сейчас очень жду вот этот Дум, но Дум 3 я ждал просто. Для меня это было продолжение чего-то, ну, настолько важного в моей жизни, настолько большого, что я прям невероятно, невероятно был, значит, в восторге. И мне очень нравилось, мне было очень страшно. Потом выпустили BFG Edition на Xbox 360 и PlayStation 3. И я понял, наконец, насколько это тупая, медленная и корявая игра. И пользователи, опять же, проголосовав, что называется, рублем, они подтвердили, что все-таки Дум – это скорее вот как бегать, много монстров, и стреляешь, и кровь изо всех щелей, и там Иисус перевернутый без челюсти, вот это вот все висит, там, то, что Джон Ромеро напридумывал, его друг Адриан Кармак, который работал в этой, где-то он работал то ли в травмпункте, то ли еще, короче, он насмотрелся там на все это и такой, да, мы будем делать игры про кровище, наконец-то, Ковандер Кин надоел, хочу мясо и сломанные кости рисовать. Вот. И если вы помните, когда выходил «Сириус Сэм», все такие типа, мы тут ждем Дум, и тут вышел «Сириус Сэм», и мы вроде как, как будто бы, вот, в общем-то, думаю, и есть, и вот оно и есть, да, то есть очень много монстров, толпы, веселье, угары и так далее, так далее. Тогда от них убежать не можешь. Где? В Сэме-то. Ну там запирают же тебя как-то на арене. Да нет, не просто запирают, там все монстры быстрее тебя, почти. А, да? Я уже забыл. Самое потрясающее, там уж не фишка, это эти быки, которые... Да, ты понимаешь, там огромную толпу на тебя вываливают, и ты медленнее всех. Ты уворачиваешься. Но в этом же смысл тоже определенный есть. И новый Дум опять же делают, открестившись от тех принципов, на которых был построен Дум-3, и возвращаясь к классической, ну более-менее схеме предполагаемого поведения игрока в задних обстоятельствах. Вот. Все, что я хотел сказать про Дум. Но, конечно, обложка, я прямо ее увидел такой бум, ну то есть это совсем по-другому. Месседж вообще другой. И, по всей видимости, позиционировать это будут, как ты самый-самый-самый-самый-злой урод. Ну, по-моему, позиционировать просто легче. Ты самый злой здесь, да. Мы опять же говорим о том, о чем мы там говорили несколько минут назад, на счет того, что легче продать, так скажем. Да! Легче показать. Легче продать игру, которая, простите меня, где ты самый классный. Ты самый крутой, да. Не где-то там маленькое, зажуханное что-то там. Бам-бам. Хотя, тем не менее. Тем не менее. Но все равно, гораздо меньше, наверное, чем продаст Дум про крутого человека. Как бы сказал Андрей Подшебякин, опять же, пророческая фигура, как Архангел Гавриил. Подшебякин? Ну да. Нет, нет, нет. Как мастерщип его сравнивают. Точно так же как раз десантника из Дум, который абсолютно без всякой персонификации, но зато несет смерть, страдания. Мне, кстати, интересно, как с этим будет в Думе, потому что, когда я играл в пятую Хейла, я просто до этого очень мало играл в Хейла. Я вот параллельно с прохождением пятой части начал играть в Master Chief Collection. Мне очень понравилось. И там есть очень интересная черта, когда происходит катсцена, и тебе показывают крутым планом общение героев, и они, показаны их шлемы, и ты не видишь ни глаз, ни бровей, ни ртов, вообще ничего, ни цвета кожи, ни волос. Есть у него они или нет, нужен ему Movie Watcher или нет, мы не знаем. Но ты при этом как будто бы все равно понимаешь в этот момент, какое выражение у него на лице. Вот это очень круто. Но в Думе, мне кажется, этого не будет. К слову, о том, что проще продать, это же именно поэтому... Обложки такие делают. Да, многие не взлюбили Mass Effect 3, вспомните Mass Effect, когда я что-то опять же разговаривал с супругой на тему видеоигр, и там вот про геев, про новые там какие-то принципы геймдизайна, что-то я рассказывал, как обычно, что-то ей нагружал, и про изменения как раз в подаче всего этого, в том числе и в рознице. Я говорю, вот смотри, вот Mass Effect, у меня все три стоят на этой самой полке. Я говорю, про кого эта игра? Она такая, про мужчину. Вот Mass Effect 2. Про кого? Про мужчину. А вот Mass Effect 3. Про кого? Про мужчину. А так про женщину. И вот у тебя в книжном, извините, да даже в книжном, допустим, в какой-нибудь республике, стоит две стойки. Вот вам Mass Effect 3. Игра про девочек, вау! А вот тоже Mass Effect 3, не знаю, в другом углу, чтобы люди не думали, что из них делают идиотов. Игра про мальчиков. Вот так же. Так же и здесь. Будет, скорее всего, позиционирование, как игра про крутого героя. Вряд ли там будет доноситься, что ты, на самом деле, ничтожество, и тебе здесь ничего не светит. У тебя двустволка, у тебя супер броня. И то, что это похоже одновременно на несколько супер популярных игр и еще само по себе имеет как бы супер важный бэкграунд, это тоже закономерно. Потому что все хорошее, новое, оно обязательно похоже на что-то еще более хорошее, старое. Вся хорошая музыка похожа на что-то там. Потому что иначе, опять-таки, люди не будут понимать, а что это? Потому что все построено на ассоциациях. А что это? Почему это? Раз услышал знакомый там какой-то мотив. Так, ну короче, слушаем дальше. Вот примерно так. Но Doom? Обязательно. Обязательно. Мультиплеер, пацаны, мультиплеер. Вам кранты просто. Да, 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 да. Я помню, как я первый и последний раз играл в мультиплеер дуо, и это было на удивление хорошо. Очень быстрый, очень злой, и самое главное, нужно помнить, что у тебя когда снаряд от BFG, да, врезается в стену, ты можешь сначала выстрелить об стенку, потом выбежать из-за угла, и этот снаряд, он задевает чувака, который где-то там далеко стоит. Знаешь, чего мне дико не хватало? Я понял после этого мультиплеера Дума, что мне все это время безумно не хватало транслокатора. Вот эту вот фигню, которую ты кидаешь на пол. Вы про какой Дум человек говорите? Про новый. А ты уже играл что ли? Да. Ну ты пёс вообще. Нет, я говорю про новый. Я говорю сейчас про новый конкретно, потому что там есть... Ну, если играли Монтонер. Не Дерев Тор играл-то? На Квиконе. Ты на Квикон гонял? Да. Неплохо. Да. В общем, там суть была такая, что просто люди стоят в очереди, играют самим собой. Но я, наверное, на этой очереди стоял раз в 12 с нуля. И оно того реально стоило. Это как я с Overwatch на Близконне. С Overwatch у меня тоже самое было. Да. Ну, в общем, суть в том, что там, если вы играли в Unreal Tournament, то вы знаете, что такое транслокатор. Да. Для тех, кто не знает. Я уже забыл. Транслокатор – это такая фигня, которую ты бросаешь на пол, нажимаешь кнопку и телепортируешься на нее. Окей. Просто. И при этом, если кто-то на ней стоит, ты телепортируешься в него фактически и разрываешь его на куски. Телефраг. И в этом новом думе он появился. То есть они просто взяли фишку из Unreal Tournament и поэтому это вообще не Quake в том числе. И это офигительно. Это просто потрясающий маленький скилловый момент. Я просто бросил вообще все. Там просто лоудаут, и ты заменяешь транслокатор. Ты везде телепортировался. Я пытался. Меня, конечно, за это очень сильно наказывали, но когда у меня это получалось, мне очень нравилось. Это вот что-то с чем-то. Это все, что я хотел сказать. Пожалуй, я поиграю в Halo сегодня. Отлично. Там нет транслокатора. Давай в Радугу. В Радугу? Нет. Я не из этих. Я в Радугу не играю. У меня, кстати, ее нет. Ну, то есть я настолько не заинтригован, честно говоря, вот этим всем. А зря. Сто часов. Сто часов? Ну, Арик сумасшедший. Деймер. Деймер. Я в Black Ops тоже что-то вот. Я прям две недели последние в декабре прям что-то вообще. Ладно, я бета-овер-вотч за только бетона играл. Часов семьдесят уже. Слушай, бета-овер-вотч меня так сильно обломало, потому что мне прислали ключ. И я такой типа Blizzard. Ну, всегда же на маке все выходило от Blizzard. Кроме овер-вотча. Я такой, твою мать, просто реально. Даже нет кнопки установить. Я такой, почему-то. За что? За что, да. За что. Зато закончилась предзагрузка второго XCOM, который уже завтра. Блин. Да. Арик, не надо так смотреть. Непонятно. Когда спать? Не, не рада. Ну, все. Все? Да. Пора заканчивать. В общем-то, все, что мы хотели, наверное, обсудить, обсудили мы. Да, Вить? Да. Да, Вить. Ян, ты все обсудил, что мы хотели обсудить? Да почти все. Я, наверное, всем порекомендую еще поиграть в Journey. Потому что это, по-моему, единственная игра, да, вот из таких. Когда включил, бежишь, чувствуешь просто радость от того, что ты видишь на экране и понимаешь, что все твои проблемы, которые у тебя есть, они попросту ничтожны. Слушай, ты сейчас поднял тему, которая сейчас может вполне себе затянуться еще минут на 30. Да, но поэтому… Нет, я сейчас это скажу. В общем, Journey – игра, которая правильная на огромном количестве разных уровней. Во-первых, мы говорили о том, что вот игры для не-геймеров. Это одна из немногих игр, за которые я смог посадить, по-моему, всех вообще, там, не знаю, членов моей семьи, там, начиная от девушек, заканчивая котами. И они прошли ее до конца, и им было зашибись. Все его девушки были членами его семьи. Вот это хорошо. Да. Они прошли, они… Некоторые плакали. А коты особенно, я думаю, родали вообще. В истерике. Да. Второе – это та игра, которая… Ну, я видел где-то комикс в сети на тему того, что… Там же есть метод мультиплеер, когда ты идешь по пустыне, встречаешь какого-то человека, ты не знаешь вообще, кто это, но ты общаешься с ними вот этими вот там попикиваниями, и вроде бы как у вас какая-то эмоциональная связь создается. И вот там вот этот чудесный комикс на тему того, что типа, вот я там с тобой иду, у нас там… Мы вдвоем… А он вот такого роста и живет вот там… Не-не-не-не, там просто там… Ну там, грубо говоря, типа, вот мы там с тобой вдвоем идем, мы чувствуем себя как единое целое, мол, мы нашли там друг друга, и мы наконец-то счастливы, мы добрались до конца, там достигли катарсиса, и вот это вот все. И показывает там, типа, такая девочка сидит, плачет. Там на другом конце такой товарищ весь в свастиках такой… Да. Вот такой в майке и прочее. И тоже плачет. В общем, Джорни – это вот игра, которая может делать вот так вот. Хорошо, что я в нее не играл. Зря. Да? Поиграй. Ну, вы что? Она ничего. На удивление. В общем, да, теперь я сказал все, что я хотел сказать. Спасибо, Ян. Мы теперь, наверное, к розыгрышу перейдем. Да, определено. 10 евро. Самое важное. Да. Так, это Карику потом после этого его где-нибудь там вот возле туалета поймать, побить и… Там не просто 10 евро будет. О, да. Дима Орлов. Забей. Дима Орлов. Выиграл, да. Дима Орлов. Озвучите правильный ответ. Доктор Сипулеведа. Или Сипулеведа, я не знаю. Сипулеведа. Ну и вам вопрос задного. Ян. А, вопрос какой? Вопрос и ответ. Как звали доктора, который в игре под названием Дарвиния создал… Дарвинию. Дарвинию. Я хотел найти какое-то правильное слово. Дарвинию, где такие вот… Зеленые человечки. И вот это? Да. Были варианты, кстати, Дарвин. Вот я тоже думал, что как раз кто-нибудь да назовет… Айболита не было? Нет. Дарвин так мы его физрука звали. Его звали Дарвин Валеевич или что-то в этом духе. Слушай, давай не будем про твои детские травмы. Слушай, мы говорили про твои травмы, давай поговорим про… Ладно, не будем. Давай я разыграю. Ну, игру я про это сделаю. Разыгрывайте. Два оставшихся… две оставшиеся GTA gift-карты на сегодня на 10 евро. Спасибо, Арик. Ну, а одну получает номер 67, Артемий, читай имя. Где? Где? Номер 67. 67. Наверное, страница 67. Я нашел. Чузли. 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 Ну, как угодно. Так, следующий. Random.o. Номер 4. Тот старый, да. Хмячок Минска. Сосочек Макаленков. Поздравляем. Макаленков знает, что его соски участвуют в ваших конкурсах? Да, знает. Это уже давно продолжается. Ну, потому что он четвертый, в числе первого был. Наконец-то воздалось человеку. Второй раз уже, кстати. Второй раз. На прошлой неделе он тоже. Уже два сосочка. Оба теперь. Пупочек остался еще. Есть проколотый пупок Полины здесь. Среди подписчиков. А у тебя там тоже что-то там тузовое есть? У меня тоже сосочек. Сосочек. У нас очень... Много сосочков в пупочку. Я понял. Вот главное, вот люди реально берут себе... У меня в основном просто сальников-сосальников. А тут так нежно. Надо тоже десятиевровые карты начать разыгрывать просто, а не ругаться с комментаторами. Тогда, может быть, начнутся более теплые отношения. Так. Просто вот люди выбирают себе никнейм, и это, знаешь, у них отпечаток на всю жизнь, по большому счету. Они на всю жизнь останутся с очками Макаренко. Да. Что, мы все? Прощайтесь. Да. Прощайте. А представьте Петю, кстати. Мы его уже представили. Это Петр Сальников с сайта Disgusting Man. А, да? Это я. Да. Это он. И спасибо ему за то, что он к нам пришел и обсудил свою кучу из этих замечательных вещей. Сану и Завития вообще с удовольствием посидел. А вот это... Сначала было как-то странно, потом началось нормально. Это так всегда. Так. А это Ян Кузовлю. Ну, это Ян. Он, кстати говоря, на Disgusting Man будет скоро рассказывать про свой опыт общения с игрой Quantum Break. Когда ты это сделаешь, кстати говоря? А это пока нельзя. Нельзя, да? Выключай скорее. Скорее выключай. Не, я еще... Я сам не... Вырубайте. Тебя и так все знают. Вырубай. Вы меня и так знаете. Давайте. Спокойной ночи. До свидания. Спасибо.